ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ой, здрасте. Сегодня первый день зимы, вот я и пытаюсь проводить осень. Вы смотрите 4 сезон информационной программы «Бесконечные новости». Кстати, меня зовут Ярослава Куршунова, но можно просто Яся. Чтобы не пропускать новые выпуски шоу, то видите за нами в ВКонтакте, на Ютубе. И вот главные новости этого выпуска. Главное покажем фильма «Человек-паук. Паутина вселенная». Взяли интервью у Ислама Гаджаева, актера голоса Питера Б. Паркера. И Ахилла намазала актера-основателя «Флэроуфильм». Фильм. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про мероприятие. Мероприятие, премьера нашего мультфильма, но не нашего, нашего дубляжа на мультфильм «Человек-паук. Паутина вселенная». Сложно было подбирать актеров по озвучке. Ты скажи, вот сколько у нас было всего актеров? А, у нас около 35, 35 актеров. На самом деле даже, мне кажется, больше. 40. Актеров 40. И по твоим ощущениям было сложно нам их выбирать? Да, в принципе, да, сложно было. Ну, мы спорили, подбирали, примерялись. И, ну, опять же, если какой-то вариант, какой-нибудь актер не мог приехать, и он был в отпуске, мы искали какую-то определенную замену. И это было сложно, учитывая, что у нас записывали еще актеры из Санкт-Петербурга, помимо Москвы. Что вам больше понравилось в фильме? Наш дубляж. Наш звук. Наш дубляж, само собой. Картинка, звук, все очень прекрасно. Ну, на самом деле, все. Это потрясающий мой фильм. Первая часть была шикарная, и мы, как фанаты, хотели сделать шикарную дубляж для второй части. И я считаю, что мы... Надеемся еще и на третью? Да, надеемся на третью, и так оно и будет. И в этом плане нам все понравилось. Сложно было подбирать актеров. И что, поснимайте, сколько вы всего снимали, чтобы получился такой большой? Недели-две где-то? Две недели на запись ушло. Чуть меньше недели на сведение. Да, обработка звука тоже около недели. Короче говоря, ну, почти месяц. Если еще брать подготовительный период, месяц на то, чтобы выпустить этот... Ну, полмесяца. Да. Ну, два года. Месяц где-то. Долго рисовать? Ну, рисовать-то мы точно не рисовали. И весь мультик рисовать. Спасибо вам за такое интересное. И можно я вам кое-что еще? Конечно. Я фаната, мы с друзьями рисовали. Вы сами? Да. Классно. Мы долго. Это же Холландовский, Том Холланд. Да, вот еще. Ага, это у тебя. Нифига себе. И это моя подруга просила вам передать про канале сама. Классно, классно. Круто, круто. Грандиозный. Привет, подруги. Что ж, спасибо. Спасибо. Было очень приятно. Было очень приятно. Спасибо, пока. 25 августа в библиотеке номер 7 при ДК Костина состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Мариной Цветаевой. Наша корреспондентка пообщалась с гостями мероприятия. Здравствуйте. Расскажите про мероприятия. Что сказать? Расскажите, пожалуйста, про мероприятия. А я признателен руководству библиотеки за предоставленную возможность выставить выставку, часть из фотографий которых посвящена этому замечательному дню, посвященному Марине Цветаевой, величайшему поэту. И я, как фотохудожник, постарался выразить свое отношение. Вот мне известным, невозможным, моим любимым способом это фотографии. Здесь представлены прежде всего то место, где Марина жила эти шесть месяцев, которые она находилась в Болжве. Здесь представлены, я постарался точнее представить, те места, которые пробуждали ее к ее творчеству. И я так понимаю, что многие из них она посещала, и это служило как бы основой, фундаментом к ее творчеству. Мне очень приятно участвовать в этом мероприятии. Я думаю, что оно пойдет и пошло бы на пользу не только людям, которые сейчас здесь присутствуют, но и нашей молодежи, поэтому очень большая просьба к вам, как телевизионщикам, как можно больше разрекламируйте это мероприятие. Оно того стоит. Мы постараемся. А что вас мотивировало на такое количество прекрасных фотографий? Фоторабота, думаю, будет правильнее сказать. Да, 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 фоторабота, совершенно верно. Ну, вы знаете, дело в том, что я фотографией увлекаюсь с детства и особенно начал как бы вот в текущий период времени с 2016 года, когда я ушел окончательно на пенсию. И я хочу своим творчеством донести до людей одну мысль. Мысль заключается в том, что несмотря на суматоху ежедневную, ежечасную, ежесекундную, ежеминутную, остановитесь на мгновение, оглянитесь, мир прекрасен. И вот через свое творчество я хочу этого в определенной степени оказать влияние на людей. И у меня уже есть некоторые результаты, потому что в том числе в Королеве, и прежде всего в Королеве уже 10 человек увлеклись, даже как я, фотографией, стали проводить выставки. Это очень приятно, потому что это развивает, пардон, развивает людское творчество и природные способности человека прекрасного. Вы как давно увлекаетесь? Да. Ну, увлекаюсь я с детства, потому что я в свое время занимался спортом, в связи с этим был в сборной Советского Союза 10 лет, и в связи с этим я очень много разъезжал на соревнования, сборы, тренировки по республикам Советского Союза. И это мне давало возможность в разных местах бывать, прежде всего, и во-вторых, делать определенные фотографии. Но когда это была целая проблема, и потом был такой период времени, когда я уже пошел на работу, я работал в агентстве печати новости, и так получилось, что время практически не оставалось, и начиная с 2016 года я, собственно говоря, отдаю фотографии практически все свободное время. То есть, мало того, что я фотографирую, я еще перед этим пролистываю литературу, описательную в отношении мест, городов. Особенно мне нравилось, наверное, в первый период моего творческого процесса, это фотографировать храмы, церкви и иные сооружения, связанные с религией. До сих пор у меня эта идея, она осталась, я ее продолжаю, вот я недавно совсем съездил в город Дмитров, и у меня родила серия из 15 фотографий под условным названием «Дмитров в лучах православия». Ну и вторая моя задумка, я думаю, что я уже к ней подобрался, уже фотографирую, у меня порядка 200 фотографий уже есть, это портреты современников. Я так полагаю, что это будет очень интересной темой, потому что наши внуки, наши правнуки когда-то спросят папа, мама, дедусь, бабуся, а вот какие люди были в то время, когда вот вы были в расцвете сил. И мне не нужно будет долго объяснять, мне будет просто проще показать фотографии, там будет все понятно, что одевали, что носили, к чему стремились, какие были лица счастливые, радостные или какие-то иные. Так что это как бы зайдем на будущее. Спасибо за такое замечательное интервью и ваши старания. Спасибо вам за оказанное содействие в этом процессе. Пожалуйста. Еще одно интервью с литературного вечера, посвященному творчеству Марина Цветаева. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, рассказать про мероприятие? Добрый день. Значит, мы все знаем, что 31 сентября отмечаем День памяти. Ну что, я уже наговорила, 31 августа. Отмечаем День памяти Марине Цветаевой. Вот при двери этой памятной даты сегодня мы проводим творческий вечер, посвященный этой поэтессе, поэту, которая своим характером считала всегда при жизни страстно-эмоционально и противоречивой, и которую шла трагически из жизни вот с 31 сентября 1941 года. О том, о ее характере, о ее... Она после себя оставила очень много, конечно, стихов. В основном это считается стихией о любви у нее, у Марины Цветаевой. И у нее было очень много знакомых, поэтов, с которыми она на протяжении жизни имела отношения такие вот литературные, творческие, которые ей помогали. Это был и Волошин, и Пастернак, ну, то есть очень много знаменитых, великих поэтов, которые тоже в жизнь ей помогли вот с творчеством. Ну, и вот сегодня о том, какая была жизнь у Марины Цветаевой нам вкратце расскажет Надежда Михайловна, заведующая этой библиотеки Завзала. Ну, мы будем ей помогать, будем читать стихи и смотреть видеоролики, на которые, на ее стихи были написаны песни. Очень много они и в фильмах исполняются, и поют их знаменитые певцы, и Пугачева в том числе. Ну, то есть вот такой вот у нас сегодня будет вечер памяти этой известной поэтессе при жизни, которая, может быть, еще и даже о себе писала, что стихи мои будут известны как только после моей жизни, да, это когда она себе приночертала очень свою судьбу, даже в своих первых стихах, когда еще была совсем молоденькой девочкой. Ну, вот такой интересный человек, такая интересная поэтесса, которая поставила после себя очень большую память, очень известную память. И, то есть, многие стихи ее не воспринимались очень долго при ее жизни и, наоборот, стали очень известными, никогда от Марины не стало. Вот такая вот ее жизнь, такая судьба, и, в общем-то, так вот мы сегодня об этом будем вкратце говорить. А чего вы ожидаете от этого вечера? От этого вечера, ну, просто, во-первых, напомнить об этом замечательном поэте, о ее судьбе, о ее автобиографической жизни и о ее творческой жизни, напомнить нашим слушателям и, в принципе, самим всколыхнуть память об этой прекрасной, замечательной поэтессе. Спасибо вам за такое замечательное интервью. Спасибо. И репортаж «Прилитературный вечер», посвященный творчеству Марины Цветаевой. Смотрим. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в библиотеке номер 7. Состоялся «Литературный вечер», посвященный творчеству Марины Цветаевой. Элементом мероприятия стала выставочная экспозиция новых отработ Владимира Малых. И, ну, это, в общем, поэтесса неоднозначная, не всеми понимаемая, бывает порой, часто, вот, но я при ней преклоняюсь. И вот такое стихотворение, которое у меня получилось, так, не судите слишком строго, но я постараюсь проникновенно прочитать. Святая грешница по имени Марина, чей взор испепелял те времена, чье имя Айвазовского картина, в которой море – это вся сама она. Уйти из жизни, чтобы в ней остаться, навеки поселиться здесь и там, порой беспечной быть, томиться, топиться дверь, стучаться, своих стихов полет оставив всем всем нам. Когда мы, глотая грусть, читаем, глазами обнимая мысли, чувства, ее портрет, ее мутушу, не тревожа, воскресаем, а лето в осень превращает ее походкой уходящий след и свет. Я извиняюсь, что я так отвлекал. Это зрение, мальчик, не подходит. Встретие прошло отлично. Дарья Белякова, Александр Мазаев. Для шоу «Бесконечные новости». Ну а на этом все. С вами была Енаслава Костелова. У нас много эфирных, так что подписывайтесь на нас и увидимся на канале Морганфильм в это время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok